Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова и сегодня я продолжу рассказывать вам про законы денег. И как человек, который является экспертом в управлении реальности, изучает эту тему, я буду затрагивать те законы, которые напрямую отражаются на нашей материальной с вами составляющей. Как мы уже говорили, мы находимся с вами в материальном мире. Это означает, что мы не только можем потрогать какую-то материю, но мы с вами еще и следуем законам экономическим. И для того, чтобы нам что-то получить, нам нужно это купить, а для того, чтобы это купить, нам нужно на это заработать. И вот есть такие люди, которым деньги приходят достаточно легко, а есть, которым сложно. Есть те, которые за всю свою жизнь много раз поднимаются, падают, но при этом всегда остаются с деньгами, при деньгах и имеют такое финансовое благосостояние, в то время как другие об этом благосостоянии только читают в книгах и, собственно, всю жизнь сводят концы с концами. И вот моя задача рассказать, объяснить вам, где есть те самые тонкие моменты, которые мы не можем, возможно, осознать вот на практическом уровне в реальной жизни. То есть мы думаем, что дело в том, что мы недостаточно хороши, а чаще всего мы думаем, что дело в том, что недостаточно хороши они. Работы нету, мир не такой. Нам всегда проще переложить ответственность на кого-то другого. Так вот сегодня я хочу рассказать вам о еще одном интересном таком финансовом законе, который работает. И я думаю, что сегодняшнее вот это знание для кого-то из вас окажется очень полезным и, по крайней мере, вы отложите себе это в голове. Помните, в детстве нам часто говорили о том, что не нужно хвастаться, о том, что нужно тихонечко там, значит, делать свое дело и, в общем-то, никуда не выпячиваться. Но если вы посмотрите, то многие из вас увидят, что наступил такой культ в какой-то определенный период времени, особенно это было видно у наших родителей, как известно, то, что мы видим у наших родителей, становится частью наших программ, а иногда и полностью нашими программами. Это то, что люди любят прибедняться. То есть люди не то, что не любят хвастаться, а люди любят прибедняться. И порой разговоры некоторых людей похожи на такие себе соревнования, у кого хуже. И это касается многих вещей. Мне мало платят, а мне еще меньше платят. У меня проблемы, а у меня еще болезни. А мне туда не хватает, а мне еще и на это не хватает. И вот, значит, люди разговаривают. И это, конечно же, разговоры ни к чему не ведущие, но по факту происходит некий соревновательный момент, у кого еще хуже, и все остаются удовлетворенными. Даже если в жизни у человека что-то где-то не так уж и плохо, он все равно старается особо сильно не выпячиваться, потому что ему неудобно. Ведь у его знакомых все плохо, неудобно как-то вдруг сказать о том, что у тебя все хорошо. Это, знаете, похоже как на пьющие вечеринки, где все пьяные, ты вдруг отказываешься пить. Поэтому человек берет и начинает вливаться в эту толпу, да, тоже говорит, что у него тоже все не очень хорошо. И вот я часто сталкиваюсь с тем, что мои ученики говорят мне, Оль, а как быть? Вот я, например, там у меня хорошо зарабатывает муж, я могу позволить себе хороший отдых или хорошие вещи, или я езжу на хорошей машине или в принципе на машине, но мне неудобно, потому что в моем окружении люди живут иначе. Или в некоторых окружениях, в которые я попадаю, мне неудобно об этом сказать. Я уже приводила пример, где-то, не помню, где своей подруги Ане. Аня, если ты меня смотришь, вот, то знай, что нельзя мне ничего рассказывать, потому что я все расскажу потом своим ученикам. Но Аня рассказывала о том, что она училась в хорошей школе, но в этой школе все были такие, знаете, как на расслабончике, потому что у всех были крутые родители, а у Ани были обычные родители. Она понимала, что единственная возможность учиться в этой крутой школе, это только хорошо учиться. И Аня очень сильно старалась. И все девчонки классно одевались, там, ну, как обычно, да, все это. А Аня просто училась. И вот у Ани была такая мечта, что когда-то, когда будет выпускной, встреча выпускников, Аня приедет, значит, на голубом Порше, значит, выйдет оттуда, да, и там, типа, все увидят, чего достигла Аня. Но когда такая встреча, ну, действительно, это произошло в жизни, и начали писать об этой встрече, Аня посмотрела на своих одноклассниц, и ей стало неудобно. И я не помню там детали этого, этой картины, оставила Аня Порше за углом или приехала на такси, но, в общем, Порше на свой так никому и не показала. Потому что, конечно же, в этот момент Аня поняла, что, ну, ей уже никому ничего доказывать-то, в принципе, и не надо, но не хотелось все равно делать этим людям еще больнее. Так вот, многие живут вообще по принципу прибеднения. Это сейчас не совсем про Аню, потому что это такой маленький, да, какой-то случай просто из жизни. А вот многие живут по такому принципу вообще, где человек на самом деле испытывает постоянное чувство неудобства за то, что у него где-то что-то есть, в то время как нету у других. И я здесь хочу сказать очень важный момент, что если у вас есть достаток, причем тут вот хочу обратить внимание, что такой момент испытывают обычно те люди, которые получили деньги либо за счет родителей, либо за счет своего там супруга, ну, может быть, супруги. Это не говорит ни в коем случае о том, что это плохие люди, или они эти деньги не заработали. Запомните, если женщина может в свою жизнь привлечь мужчину с деньгами, значит, это особенная женщина с денежной энергией. Если у человека рождается в семье, в которой есть деньги, это тоже говорит о том, что это человек с денежной энергией. Как он будет ей распределяться, это распределят, да, как он будет с ней работать, это следующий вопрос. Но это в нем есть, он пришел с этим из прошлых жизней, то есть это то, что он с собой принес. И я хочу, чтобы вы понимали, что это история про то, что ни в коем случае нельзя этого стыдиться, да, или испытывать дискомфорт, потому что здесь есть только одна связка на энергетическом уровне. Деньги и ощущения, которые вы испытываете. И если вы испытываете дискомфорт, то будут происходить все чаще ситуации, которые будут деньги у вас отбирать. Ну, представьте себе, что вы берете своего парня на вечеринку, и при этом вам неудобно за него почему-то. Как вы думаете, захочет ли парень ходить с вами на вечеринке, если каждый раз он будет видеть, что вы испытываете дискомфорт? Он захочет с вами расстаться, он скажет, ну, если тебе так со мной неудобно, то зачем, собственно, я вообще тебе нужен? Вот, в общем-то, деньги делают точно так же. И финансовые проблемы не возникают из ниоткуда. Это как раз какая-то непроработанная история по эмоциям. Поэтому, если уж вы обладаете материальными благами, история про хвастаться, не путайте, про выпячивание дурацкое, а мой папа, а моя мама, а история про то, что вы имеете. Почему я говорю, что есть разница между тем, зарабатываете вы эти деньги или нет? Потому что зачастую, если вы зарабатываете эти деньги, то и круг людей, с которыми вы общаетесь, как правило, это люди, у которых тоже есть деньги. Потому что, ну, так получаются круги, да? Нас сводят, мы знакомимся с такими людьми по работе, мы там ходим в какие-то магазины, наши дети учатся в каких-то школах. То есть, наш круг людей формируется, и это обычный нормальный круг просто в этом окружении. То есть, здесь все такие же. Например, когда мои дети ходили в обычную школу, то там какая-то брендовая одежда, даже одежда бренда Zara, для многих обычных детей была из разряда вау. Но когда они пошли в свою школу, где они учатся сейчас, то там все дети одеваются плюс-минус одинаково. Вот, и особо никого не удивишь. Даже девчонку, там, старшеклассницу с сумкой Шанель. Бывает и такое. Никто от этого не падает в обморок. Поэтому вы должны понимать, что вот этот момент, когда вы сами имеете какой-то статус, как правило, он вас не трогает. Но если вы все-таки пока еще не на супер статусе, вы только-только, может быть, немного больше зарабатываете, и вам стыдно сказать своим знакомым, у которых проблема, что у вас что-то хорошо, вы должны понимать, что вы отталкиваете этим деньги. И вы создаете чаще всего себе такие волнообразные отношения. Помните, была в детстве игрушка «Йо-йо», когда она отлетает и потом подлетает. То есть вы себе устраиваете американские горки с деньгами. Что делать? Прежде всего осознать, что то, что вы имеете, это результат вашей работы. Не тяжелого труда, хотя возможно, а ваша работа над собой. Вы развиваетесь, вы растете, вы притягиваете к себе правильных людей, вы создаете бизнес, вы растете в карьере своей, вы работаете над собой. И вы просто делаете то, что могут делать и другие. Вопрос выбора. Вы же не чувствуете себя виноваты, если ваша фигура лучше, чем у вашей подруги. Вы же понимаете, что это вопрос выбора, но при этом ваша подруга сидит, есть ложка и торт, а вы едите салат. Вы же не испытываете из-за этого дискомфорт, что, боже мой, она такая вот… А я здесь такая, как мне неудобно из-за этого. Почему тогда вы испытываете дискомфорт, если у вас есть больше, или вы боитесь рассказать о своих успехах? О своих успехах нужно говорить, и о финансовых в том числе, что вас повысили, что у вас появились больше возможностей, что у вас сейчас больше продаж. Почему? Потому что это энергия успеха, и чем больше вы ее качаете, говорите о ней, наполняете ей свое пространство, свой мир, она и растет. А когда вы начинаете рассказывать, что у вас что-то плохо, даже если это не так, вы притягиваете к себе именно это. Люди, которые будут огорчаться, это люди, которые не могут быть вашими друзьями, потому что друг не может огорчаться, если у другого что-то хорошо. Друг всегда радуется. Друг радуется и потому, что он понимает, что у вас есть чему поучиться, что рядом с ним человек, к которому нужно стремиться. Ведь для большинства людей огромная проблема найти того, к кому стремиться, потому что конкурс на у кого еще хуже, он является гораздо более актуальным. Люди любят друг другу сочувствовать и сострадать, потому что это легко. А вот радоваться чужим успехам, финансовым успехам, каким-то подарком и благосостоянием, вот здесь уже гораздо сложнее. И изначально нужно поработать над собой, потому что, повторюсь, радоваться за успехи другого человека, это уже высший левел. Итак, давайте будем подводить определенные итоги. Если вы хотите, чтобы ваше финансовое благосостояние росло, чтобы вы больше, лучше, легче зарабатывали, вам необходимо научиться радоваться своему успеху, вам необходимо нести этот успех, говорить, делать его, возможно, примером для каких-то людей. И те люди, которые будут говорить вам, что вы хвастаетесь, это люди, которые испытывают злобу и зависть. И задайте себе вопрос, хотите ли вы, чтобы в вашем окружении были такие люди, принесут ли они вам пользу в вашу жизнь. Опять-таки слабые всегда говорят о том, что вы меркантильные, но поверьте, это все не так, потому что как только наступают любые сложности, те люди, которые обзывали вас меркантильными, первыми идут просить у вас денег. Так кто же является меркантильным? Вы, который работает над собой, который развивается, который хочет больше зарабатывать, для того, чтобы иметь возможности развиваться и решать, возможно, те ситуации проблемные, которые у него возникают самостоятельно, либо те люди, которые желают ничего не делать, но при этом постоянно просят, а порой и требуют, чтобы им помогали. Ведь они такие бедные и несчастные. Если вы хотите глубже поработать над этой темой и узнать, какие лично у вас есть ограничивающие программы, убеждения, жизненные ситуации, которые и создают в вашей голове те самые ненужные финансовые убеждения, которые мешают вам зарабатывать, мешают нормальной циркуляции денег в вашей жизни, обязательно приходите на мой марафон «Законы денег». он длится всего 10 дней. К каждому дню вы будете получать урок, вы будете получать специальный чек-лист, в котором очень много всего прописано, и вам нужно будет только выбирать то, что подходит вам. У вас будет очень много озарений, у вас снимется огромное количество блокировок, и многие вещи, которые, возможно, вы раньше считали своими достижениями, вы увидите, что именно они являлись теми самыми преградами, блокировками нормальной регуляции и поступления ваших денег. Деньги нужно любить не только получать, но и тратить. Об этом я расскажу вам в следующем видео. А сейчас напоминаю, что вы можете присоединиться к участникам марафона «Законы денег» по самой приятной стоимости, поэтому сделайте, пожалуйста, это сейчас, и совсем скоро мы с вами отправимся в это увлекательнейшее путешествие и однозначно по его окончанию станем богаче, чем были.